В маленьком, но старинном, два года назад отметившем 300-летний юбилей в селе Шурала, приютившемся в пяти километрах от Невьянска, в частной избушке на улице Советов путевые парни из фонда «Город без наркотиков» совместно с Невьянскими операми хлопнули наркопритон с условным названием у Александра Сергеевича, а в притоне поймали наркохранителя с синтетикой и наркоцыгана, находившегося в розыске. А началась эта операция с того, что тайный агент, давно внедренный в наркосреду, сообщил фондовцам, что в адресе на улице Советов на регулярной основе собираются крайне подозрительные типы, скорее всего наркоманы, ну или может быть зомби, типа разберитесь. Фондовцы обратились за поддержкой к Невьянским полицейским, ибо сами парни из фонда не имеют юридических оснований проводить наркооперации. Совместно выехали в Шуралу, выставились в засаду под подозрительный адрес и ждать долго не пришлось. Очень скоро в избушке сконцентрировались четыре половозрелых мужика, но не мушкетеры. Немного погодя, опера и фондовцы вошли в дом и застали там квартет у курков, наркосинтетическое зелье на основе табака, рассыпанное по столу, и металлическую трубку для потребления отравы. Как-то вы неаккуратно курите. Все, раскидываем на вас. Че так, Саша, неаккуратно? Никто же не ожидал. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что дурь в притон принес некто Артем, ранее уже отмотавший на зоне восемь с половиной лет за наркозбыт. Но столь долгий срок не смог уничтожить в Артеме тягу к наркоте, и он сам культурно убивался, и товарищей на притоне угощал. При себе наркотические вшества имеются? Да, имеются. Что там? Табак. Где находится? В кармане. В каком? В левом штанах. В левом? Где взял? Здесь, на остановке. Закладку поднимал? Закладки, да. Магазин какой? Я не знаю, как он называется. Сюда пришел, чтобы что сделать? В гости зашел. Чтобы покурить, да, здесь? Ну, я зашел в гости, я не думал, чтобы... Ну, сегодня, ты сейчас употреблял наркотики? Да. Курили-то вы, да, сидели сейчас здесь? Вот это то, что ты поднял? Да, да. Правильно? К кому пришел ты в гости? Вот, к Саше. К Саше, да, пришел? Час ты сюда приходишь? Да, нет, вот. Периодически, да? За что ты судимый? За 8. А, ты судимый уже? Разбыт? Да. А к тебе что, не умеется? Сколько ты поднял здесь? Да, вот как в мешке было. Ну, сколько, но ты... Да, я не знаю даже. А кто знает? Да, кто. Саша знает? Не очень знаю, где там вода. Ты хозяин этого, дома этого, да? Да. Как ты можешь пояснить, что здесь только что происходило? Квартиру часто предоставляешь для употребления наркотических средств? Никому не предоставляют, а вот, зашли в гости просто. Ну, вот, другие, другое говорят, парни другое говорят, что часто к тебе приходят. Ко мне никто не ходит, не может, это халбут. Ну, а кто обманывает? Ну, кто обманывает, ты знаешь, да, кто сам же? Ну, понятно. У нас же была же встреча в Кировограде. Ну, к мне никто не приходит. Ты же говорил, что ты больше не будешь курить. Так, я и так, так не курил. Ну, а сейчас как ты в состоянии какого-то вывода? Как ты можешь? А? Нормально. Нормально? Всегда такое? Да нет. Ну, сегодня курил ты наркотики? Да. Вот что курил? Ну, вот это вот. Вот это, да, что он принес, да? Понятно. Больше ты дома ничего нет у тебя? Нет. Я не употребляю так-то. Вот у него пацан зашел в гости. Работаешь где нет? Сейчас вскрылся? Ну, неофициально. Куда? Разбираем эти подъездные пути железнодорожные. Не, ну а что нормальная такая партизанская работа? Неофициально разбирать железнодорожные пути. Помимо наркопоставщика Артема и хозяина притона у Александра Сергеевича, то есть самого Александра Сергеевича, в адресе отыскался еще и родной брат последнего Максим Сергеевич, которого с наркоты изрядно укачало, разморило, и он спал стоя, оперевшись на русскую печь. Здесь у кого находишься? У мамы. У мамы? Это брат твой, Саша? Да. Что сегодня делал? Ничего. Курил? Нет. А как состояние свое можешь пояснить? Никак. Как-никак? Что засыпаешься, слышно? Ну, говори, наркотики употреблял сейчас поедем, все равно на анализы. Ничего не употреблял, просто спать охота и все. Спать охота? А что, ты с ночью, что ли? Нет. При себе имеются заключенные вещества? Нет вещества. То есть не употреблял, да, значит? Нет. Кто обманывает, ты кто знаешь? Что? Ну, кто обманывает? Ну, кто-то банщик. Обманщик, да? Значит, ты обманщик. Ну, придет тебя, да, до сих пор? А что ты залипал, когда мы зашли? Что ты какая-то вообще? Но самой большой удачей оперов и фондовцев стал отлов старого знакомого, нарко-цыгана Юрия Ивановича, который находился в розыске. Первый раз его крепанули с наркотой, а конкретно с героином, в сентябре прошлого года. Но зелья было ничтожно мало, и Юрий отпрыгнул административкой. Второй раз закинул старик-невот, ну, в смысле, поймали цыгана с наркотой, в октябре прошлого года. И это была курительная наркосинтетика, уже в достаточных для посадки объемах. Но Юрия Ивановича сочли возможным не закрывать за решетку, а оставить на воле под подпиской о невыезде, потому что он, прикиньте, отец-одиночка. Это ж какой жесткий эксклюзив для цыгана. Обычно ведь они живут, ну, если не таборами, то хотя бы большими семьями, а тут цыган и вдруг отец-одиночка. Так вот, оставленный под подпиской персонаж неожиданно куда-то запропал. Правила подписки о невыезде нарушил, и полицейские его стали искать. А, как известно, кто ищет, тот всегда. Здесь что делаешь? В гостях. У кого? У друга. Как? Зовут... Александр. У кого? У Саши, да? Да. Сюда зачем приходил? В гости. Что делали в гостях? Сидели, курили. Курили, что курили? Сигареты, как бы пиво еще пили. А еще что курили? А что у тебя с глазами? Только встал. Что встал? Так вы сидели, курили, пиво пили и только встал? Да. Ну, правда, говори, что... Честно говорю, встал только. Наркоту курили, тут что, Джигурду? Курили, но... Ну, а что, кто принес? Не знаю, парней было. У парней было? Сюда часто приходишь, на этот адрес покурить? Нет. Когда последний раз приходил сюда? Неделю назад. Ну, заходишь, да? Ну, так, ну, бывает. Компания собираетесь, чтобы покурить, правильно? Да, нет, как бы не только покурить, только... Ну, не только покурить, да, и пиво там попить. Ну, да. При обыске у цыгана на кармане нашлись пять шприцев. Но, к счастью, для ребенка, этого отца-одиночки, пустых, старых, без наркоты, то есть уголовно ненаказуемых. Шприцы, которые у тебя нашли, они кому принадлежат тебе? Мои старые, да. Что ты ими делал? Раньше кололся. Что колол? Колол соль. А что, героин в прошлый раз у тебя находили? Ты же нам попадался уже. Да. Ну. А ты в курсе, что ты в розыске? Нет. Не в курсе, да? А зачем ты прячешься тогда? Я не прячусь. А что ты делаешь? Я пришел к другу. По итогам Шуралинской наркооперации под уголовку попала половина списочного состава наркопритона. Ну, естественно, самому Александру Сергеевичу впаяли 232-ю часть 1-ю УК. Организация наркопритона, а это в пиковом случае до 4-х лет зоны. Ну, а принесший на притон 6,3 грамма наркосинтетики, конкретно метилового эфира, бутановой кислоты, Артем, прилип по 228-й части 2-й УК, хранение наркоты в крупном размере. А это до 10 лет неволи. Ну, в общем, хорошо посидели. И что важно, еще посидят некоторые.